Всем привет, с вами RedSprout и сегодня я расскажу вам про все скрытые постройки в игре The Forest. С первых секунд игроку доступно пособие по выживанию. Это такая книжонка, в которой перечислены все возможные для постройки строения. Построек в ней достаточно много, но показаны они не все. Есть и те, которые станут доступны только после того, как игрок выполнит определенные действия. Вот как раз о таких постройках мы и поговорим. Начнем мы с пугал. Подобно аборигенам игрок тоже может строить пугало, но для постройки используются камни, палки и части тел каннибалов. Для открытия данного раздела в книге выживания нужно, чтобы персонаж, так сказать, немного двинулся рассудком. В том же пособии есть вкладка статистики. На этой вкладке есть такой параметр, как душевное состояние. Если персонаж убивает аборигенов, расчленяет их, ест их мясо, долго находится в пещерах, то показатель рассудка будет снижаться. Как только он достигнет 89%, вам откроется новая вкладка с пугалами. Этот раздел отличается от всех остальных. Страницы здесь вымазаны кровью. Кстати, не бойтесь низкого уровня рассудка. В игре эта механика не реализована должным образом, так как низкий рассудок ни на что не влияет, кроме возможности строить пугало. С самих пугал можно построить аж 4 вида. Своё, маленькое, большое и из рук. Основная их задача отпугивать аборигенов, но справляются они с этим делом плохо. Чтобы пугало работали, нужно их поджечь. Но гореть они будут не вечно и в конце концов прогорят. Эстетическая красота тоже вызывает вопросы. Хотя, как говорится, на любителя. Теперь переходим к целой пачке декоративных предметов, которые станут вам доступны после прохождения сюжетной линии. Причем в случае, если вы останетесь на острове и не будете сбивать самолет. После событий сюжетной части, похоже, у главного персонажа все-таки начала ехать крыша. Теперь мы сможем сделать несколько манекенов жены и своего сына Тимми в стоячем и сидячем положении. Вместо голов натянута ткань и нарисованы глаза и рот. Смотрится это очень крипово. Для постройки понадобится 38 палок, один кусок ткани, а для сидячей версии еще и одно бревно. Мутанты и аборигены не могут разрушить такие манекены. А вот сам персонаж легко. Никакой практической пользы от этих манекенов нет. Только декор, безжалостный и беспощадный. Но это еще не все. На следующей вкладке нас ждет телевизор, собака и авто. Куда же без домашнего питомца? Как и прошлые манекены, этот, мягко говоря, своеобразный. Собака-курильщика крафтится из 20 палок, одного куска ткани и одного бревна. В реальной жизни своим страшным видом данное творение могло бы избавлять от икоты. Ну а в худшем случае вызывать пожизненное заикание или острый приступ диареи. Как и манекен жены и сына, собака не может быть сломана аборигенами и мутантами. Хотя, честно говоря, жаль. Теперь про телевизор. Пожалуй, это самое удачное творение. Берем 8 палок и 3 бревна. И зомбоящик готов. Ничего интересного по такому телевизору, конечно же, не покажут, как и в принципе по обычному. Зато он не требует электричества. Автомобиль. Глядя на это чудо, вспоминаются рисунки любого дошкольника. В детстве я примерно так же рисовал. Если вам совсем нечем заняться в игре, вы можете построить это чудо. Ездить оно, конечно, не будет, даже если вы засыпете в него опилки. На квадратных колесах далеко не уедешь. Даже в Форесте тяжело получить тачку. Количество необходимых для постройки ресурсов зашкаливает. Вам понадобится 121 палка и 47 бревен. Внутрь садиться, кстати, тоже нельзя. Если вам совсем нечем заняться и у вас есть вагон свободного времени, вы можете построить целую пробку из таких машин. И телевизор и машина могут быть разрушены мутантами и аборигенами. Теперь переходим к чертежам, которые спрятаны в пещерах. Первыми на очереди будут крест, гроб и церковь. Чертеж открывает доступ сразу к трем постройкам. Чтобы получить чертеж, вам нужно отправиться на остров с затонувшим кораблем. Этот остров легко заметить, если вы будете находиться возле большого дерева на обрыве или рядом с железным якорем. Плыть на остров лучше на плоту, так как неподалеку может плавать акула. Сам остров безопасен. Ни аборигенов, ни мутантов там нет. Замечаем нос корабля, погружаемся рядом с ним в воду и видим оставшуюся часть под водой. Чтобы добраться до пещеры, нужен акваланг. Причем не только для этого чертежа, но и для всех остальных. Плывем вдоль затонувшего корабля и ищем трюм. Ровно над ним будет плавать бревно с привязанными к нему двумя тросами. Спускаемся в трюм и там уже видим вход в пещеру на дне судна. Заплываем туда. В итоге мы попадаем в пещеру. Справа в углу будет лежать чертеж. Рядом будут лежать арбалет и несколько стрел к нему. Теперь подробнее о постройках. Крест достаточно крупный объект. Строится из 48 палок, 34 бревен и 18 камней. После постройки с крестом никак взаимодействовать нельзя. Дальше гроб. Строится из одной палки и 11 бревен. Возомнить себя графом Дракулой и спать в гробу тоже не получится. Взаимодействовать с гробом, как и с крестом, после окончания строительства нельзя. Церковь это среднее по размерам здание, которое строится как минимум из 82 бревен и 5 палок. Чем выше сваи, тем больше нужно бревен. У церкви есть отдельная дверь. Внутри есть несколько рядов лавочек. Как защитное сооружение, церковь слабовата. Аборигены достаточно быстро ее разрушают. В следующей подводной пещере хранится сразу два чертежа. Чтобы в нее попасть, ищем грузовые контейнеры на берегу. Находясь рядом с ними, в море можно заметить остров. По пути к нему нам встретится привязанное плавучее бревно. Под ним и есть пещера. Заплываем в нее. На другой стороне увидим привязанный трос. Рядом с ним будет чертеж. Каждый чертеж пронумерован. И этот номер три. Это огромная деревянная башня. Для постройки такой башни вам потребуется минимум 22 палки и около 300 бревен. Спускаемся вниз по тросу и видим повсюду приклеенные листки бумаги. На стенах, на полу и на потолке. В центре будет лежать чертеж дельтаплана. Неподалеку можно найти стрелы для арбалета. Дельтаплан это единственное устройство, которое может помочь вам взлететь. Ну, кроме тележки для дров, конечно. Именно для того, чтобы подняться на большую высоту и нужна башня. Прыгая с башни с дельтапланом, будьте осторожны. Если пойдет что-то не так и если персонаж упадет с такой высоты, то моментально разобьется. Спасти может только вода. Поэтому имеет смысл ставить башню в воде, чтобы ее не достали аборигены и мутанты. Ну и конечно для того, чтобы в случае чего не разбиться. Подвозить бревна можно на плоту. Дельтаплан строится из 32 палок, 6 костей, 8 веревок, 2 рук, 8 зайчих шкур и 1 головы. Выглядит странно и чем-то похож на летучую мышь. Летать на дельтаплане нужно учиться. Чтобы его активировать, просто жмем клавишу Е и персонаж берет его себе за спину. Чтобы снять его с себя, жмем клавишу G. Поднимемся на возвышенность и просто прыгаем с нее. Важно не жать в этот момент на клавиши W или S, иначе дельтаплан пойдет в пике или максимально задерет нос вверх, что также приведет к падению. Клавиши W и S отвечают за наклон вперед и назад. Тем самым можно ускоряться или замедляться. Клавиши A и D отвечают за поворот. Есть баг, который позволяет летать на дельтаплане бесконечно. Для этого нужно набрать скорость, приподнять нос чуть выше горизонта и часто жать клавишу A или D, при этом не зажимая. Дельтаплан начнет набирать высоту. Четвертый чертеж спрятан в подводной пещере недалеко от главной деревни аборигенов. От деревни движемся к побережью. От последней хижины берем немного левее и замечаем в море несколько небольших островков, которые расположены в форме полукруга. Примерно в центре этого полукруга можно заметить бревно. Под этим бревном и есть вход в пещеру. Вынырнув на другой стороне мы заметим круглую воронку, заполненную водой. В нее тоже придется нырять. Рядом с дном будет проход. И вот уже после него мы попадем в часть пещеры, где будет стоять проект деревянной горки и чертеж. Также тут можно найти стрелы для арбалета и старомодный костюм в чемодане. Одна часть деревянной горки строится как минимум из двух бревен и двух палок. Чем выше основание, тем больше нужно бревен. Соответственно, для длинной и высокой горки потребуется большое количество ресурсов. Сама горка предназначена для того, чтобы кататься по ней на панцире черепахи. В прыжке смотря вниз кликаем левую клавишу мыши и персонаж использует панцирь черепахи как сани. Если построить дорогу с резкими поворотами, то можно легко вылететь с горки. К сожалению аборигены и мутанты с легкостью могут сломать такую конструкцию. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь. С вами был RedSprout. Всем удачи, всем пока.